Гиви, расскажите, чем сейчас занимаетесь? Да ничем я не занимаюсь. Мои люди на отдыхе, мы на отдыхе. Из аэропорта вы вышли, да? Ну, пускай будет, да. Нет, ну просто есть информация, что там сейчас воюет батальон «Восток», что Сомали сейчас там нету. Правильно я понимаю? Правильно, правильно. Давно вас оттуда вывели? Выгнали? Вывели! Да нет, нормально. Там батальон «Восток», Матреголы воюют. А вот все очень интересуются, по какой причине вы сейчас не там? Ну, считаю, что мои люди устали. Устали? То есть ротация была произведена, да? Да, да. А сейчас какие задачи у вашего батальона? Отдохнуть. Просто отдохнуть? Да, люди просто отдыхают. Так, вот такой вопрос. Сейчас командир батальона «Восток» Ходоковский утверждает о том, что та гуманитарка, которая проходит в сторону аэропорта, вот тем самым киборгам, и он разрешает ее провозить. Слышали же эту историю, да? Ну, что я так слышал, какая муха, он не вникал. Нет, это не интересно. Ну, объясняю это тем, что все люди, мы не хотим здесь заниматься геноцидом, нужно ребятам помогать и так далее. Единственное, на что они поверяют эти машины, так это наличие боеприпасов. Слышали об этом? Ну, я слышал. Скажем, что-то не вникал, для этого есть другие органы, пускай с этим что-то не разбирает. Ну, если это действительно так, вот как вы к этому высказыванию его относитесь, к заявлению? У каждого человека свое мнение. Он командир хорошего батальона, достойный офицер, достойный командир. Его мнение, он принимает решение сам. И тем более, осуждать его за это я не имею права. У каждого человека свое мнение по поводу войны. У него свое, у меня свое. У Моторолы свое, у командира оплота свое, у каждого человека свое мнение. Вы поймите, мы не имеем права за это дело осуждать. Будет тяжело ему, подавится моя помощь, я приду их всегда ему на помощь. И ему, и Мотороле не имеет значения никому. Моторолы сейчас тоже остался со Спарты там, да? Ну, да, конечно, как же. Без него как-то скучно будет. О заявлении о бесе слышали, вот в недавние дни? Ну да, Коя Муха слышал. О том, что Порошенко поставлял оружие еще в те времена, когда он не был президентом, на территорию Горловки, продавал бесу. Ну, все может быть. Какой смысл беса убрать? Ну и как вы к этому относитесь, как можете прокомментировать? Молодец, Порошенко. Денис заработал хорошо. Как всегда. Все, гадное белье, рано или поздно всплывает, вы запомните. Я считаю, что командир такого подразделения, как Без, не может гадить. И я не думаю, что он просто хотел чем-то оскорбить Порошенко. Хотя его и каждый день, и так, каждый день оскорбляют его Порошенко. Но это, я думаю, что у этого человека есть подтверждение тому, что Порошенко действительно продавал оружие. Понимаете? Ну, если он лично ему продавал, то уж тут никаких подтверждений не нужно. Ну, вы знаете, жизнь полна сюрпризов. Я не удивлюсь. Зная командира, так называемой страны Горловка, хорошо, он тактичный, очень внимательный и доблестный офицер. Так что, мы с ним, правда, один раз в жизни с ним пересеклись. Мне нужна была моя помощь, я ему помог. Когда у него, у меня был пленный, и мне нужно было обменять своего солдата на пленную. Я его пленную отдал. Так что, никаких плохих взаимоотношений у меня с ним никогда не было. Ну, еще, наверное, один из самых важных вопросов, вот сейчас тоже многие интересуются. Прошло время, вот звонки на телефон, и все это было, девушки писали. Результаты какие-нибудь есть? В каком плане? Ну, в плане личной жизни. Да нет. То есть, не выбрали никого? Да, никого не выбирал. Или никто не звонил? Да нет, вы поймите, все это, все это просто, как вам сказать сейчас, вы поймите, надо же думать, с кем связываться, ну, что с кем-то связываться. Я же постоянно воюю. Нет, со мной тяжело, не знаю, я слишком предан своему батальону, предан своей стране, и для меня этот, что если я буду всегда стоять на первом плане. Девушки-то надеются, телефон свой дали. Ну, слава богу, никто не звонит. Никто не звонит? Да. Значит, мой новый телефон, он мало кто знает, и это хорошо. Его знает хорошо, украинская сторона, слушает меня внимательно. Хочу им привет, привет, пламя. И хочу одно сказать, что если украинская сторона увидит репортаж, я хочу привязать одну вещь, ребятки не осознать. Вот идет очень большой секунд, мы никогда просто не отдыхаем. Наберите терпения, мы вас разочуваем мощь и силы. Субтитры сделал DimaTorzok Диана Дининг,ắt? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...